добрый день итак если мы откроем исходные файлы слова с номерами страниц вы найдете несколько файлов лихушина 1001 это исходный файл x это то что извлек скрипт карелла x слова с номерами страниц это то что вы ну из файла карелла gather page numbers of words 4 версии вот значит исходный файл нас глаголы бывает значит основная мысль в том что они бывают приставками а когда мы их извлекаем карелла они еще с приставками приставки не оторваны там где они есть но когда я обрабатываю вашим скриптом у меня остается чистые глаголы это хорошо с одной стороны иногда и надо чтобы чистые глаголы несмотря на приставки но гораздо чаще все таки важно чтобы приставка учитывалась потому что она меняет значение вот то есть первая просьба это чтобы приставки оставлялись не отбрасывались и приставки и суффиксы я не верю что сейчас они есть но в будущем они могут появиться поэтому все что перед глаголом и все что после глагола через тире нужно оставить это одна большая проблема вторая большая проблема что есть ложные срабатывания и так у нас глагол ар якобы имеет так много вхождения на самом деле это не так должен был бы встретиться всего два раза давайте проверим итак arch это не а то есть происходит некое сокращение я не знаю с чем это связано и получается что она 42 странице якобы встречается ар но это не так то есть здесь не правда на самом деле arch вот он на 42 странице он правильно учтен его не надо учитывать как ар вот и такие ложные срабатывания их достаточно много собственно вот это две основные проблемы чтобы учитывалось приставки чтобы не было ложных срабатывания при объединении цифр вот в идеале нужно еще оставить эти пометки это класс глагола но они не всегда единообразно записаны чаще всего они идут прямо после пробелы после глагола но иногда бывает как здесь промежуточные элементы вот поэтому я не знаю как это описать пусть будет без них пока не знаю буду потом придумывать что-то собственно вот можем еще раз пройти этот путь и так никаких особенных санскритских шрифтов не надо потому что все это происходит в транслитерации то есть есть обычный юникод стандартный набор кроме знака корня увы я уже готов был бы его засунуть на стандартное место глаголь математического корня зря я тогда это не сделал столько проблем из-за этого и так значит выделяем знак глагольного корня запускаем два слова перед два после это для того чтобы если у нас два префикса довольно часто бывает чтобы они все захватились точно не знаю как работает шрифт-карова обращает ли он внимание на пробелы что подразумевается под словом перед растяжимое понятие и окей быстро получаем весь список закрываем исходный файл обязательно сохраняем его как новый файл для того чтобы он читался но может и не читаться какая разница принцип работы не меняется изменённо ставим его хоть кем лишь бы читался все равно здесь есть вот это скорее всего Devonagary и и и и и и и да это Devonagary поэтому оно ломается но я не знаю как сказать что Devonagary поэтому уже как есть главное чтобы здесь ничего не ломалось про пиграх 9 класс Parasmaipod в идеале полностью бы забрать вот эту форму с обозначением класса но где-то видите входит самое а здесь получается уже надо не два слова после а уже 3-4 тогда получается и я уже теряю контроль какой-либо поэтому пусть будет вот без этих пометок это плохо но все невозможно сразу хорошо и жмем значит так сохранен у нас файл жмем на ваш скрипт и так ну вот получается тот же например arch здесь и он же посчитанный якобы арх вот здесь основная такая проблема ну и собственно здесь нужно было бы иметь не просто arch найдем сейчас arch arch арх а собственно прав арх не например сах а тут сах собственно все если сможете понять здорово если нет спрашивайте спасибо